Время сеять Номер партии 15 Свидетельство на семена Выбираем баклажан Название сорта Вера Очень ждем весну Сегодня у россиян началась масленичная неделя Это информационный канал город В студии Татьяна Голубева Здравствуйте Из-за снегопада, сильного ветра Практически нулевой видимости В Алтайском крае перекрыли движение По нескольким ключевым направлениям Проезд запрещен на 14 участках Из Барнаула нет возможности уехать Соры на Рубцовска и Павловска Экстренные службы просят жителей региона Без необходимости не выезжать За пределы населенных пунктов Как минимум более тщательно готовиться к поездкам Предупреждать о маршруте следования Заправлять полный бак горючего На максимум зарядить телефон Или взять дополнительное средство связи 10 мобильных постов ГИБДД Выставлены на самых опасных участках Они регулируют движение Перенаправляют потоки машин Уже сутки дорожники пытаются расчистить Переметы на краевых трассах Но погодные условия только ухудшаются И открыть проезд не удается На данный момент там дежурят Наряды ГИБДД Работают оперативные группы Подготовлены мобильные пункты обогрева Водителям еще раз напоминаем о том Что в сложившихся условиях Лучше воздержаться от поездок Из населенного пункта Поскольку это может привести К неприятным последствиям Спасатели остановили наземные поиски Вертолета Робинсон Который упал в Телецкое озеро 12 февраля Сейчас в МЧС Сосредоточились на работе под водой С помощью специальной техники В дополнение к аппарату Фалькон Доставили также подводный локатор Впрочем, погодные условия Не позволяют вести поиски В течение всего дня Сегодня их уже несколько раз Приостанавливали Отметим, атмосферные явления Считаются одной из трех Возможных причин Крушения Робинсона Следствие по-прежнему Рассматривает три основных версии Происшествия Это ошибка пилотирования Сложные погодные условия И техническая неисправность Воздушного судна Вместе с тем Сотрудники компании Производившие техническое Обслуживание вертолета В ходе допросов Показали, что вертолет Находился в исправном Техническом состоянии Напомним, в судне Находились алтайские бизнесмены Анатолий Банных Экстремал Глеб Вариводинген Директор вертолетного клуба Мария Козинцева Пилот Дмитрий Ракийский И его жена Елена Тело последнее Найденное в первый день поисков Уже официально опознали Следователи также передали Все найденные обломки вертолета В межгосударственный Авиационный комитет Где их должны идентифицировать Впрочем, признаются правоохранители Это скорее техническая процедура Сомнений в принадлежности Фрагментов Именно тому Робинсону практически нет Все необходимые действия Такие как допросы И изъятие документов Уже проведены Следующий этап расследования Наступит только после Обнаружения вертолета Или тел погибших Неделя поисковых работ Результата не дала Возвращаемся к теме 2 февраля В нашем эфире Вышел сюжет о дороге В поселке Борзовая заимка Из-за плохой расчистки снега Она оказалась настолько заужена Что общественный транспорт Чтобы проехать Вынужден задевать зеркалами Встречные автомобили В том же сюжете Чиновники заверили Что устранят проблему До 10 февраля Но похоже Обещание выполнили Не до конца Подробности у Алексея Янкина Спустя две недели Вновь садимся на двойку И вновь за рулем Нас приветствует Вежливый водитель Андрей Вдовин Сквозь февральскую метель Едем в Борзовку В прошлый раз Наш рулевой Начинал притормаживать Уже на въезде В поселок Сейчас все иначе Вот сейчас мы въезжаем Да, здесь сейчас Шикарно, роскошно Проехать можно Разъехаться можно легко Даже если Кура идет навстречу Не останавливаешься Большую часть пути Через Борзовую заимку Расчистили Андрей отдает должное Дорожникам Однако радость От плавного хода Длится ровно до остановки Борзовая заимка От нее и до самой школы А это несколько сотен метров Дорога осталась похожа В том же состоянии Что была до выхода Нашего сюжета Ну вот здесь Скажем так Пока еще Конь не валялся Вот именно из-за того Что намерзает на краях От обочины Отбрасывает И отбрасывает Навстречку Ну а здесь вот Ездим по старинке Слушая наши разговоры С водителем Оживились пассажиры Взглянуть на проблему Они предлагают Еще под одним углом Желание чтобы лучше Чистили остановки Потому что В автобус зайти С автобуса выйти Нельзя Очень скользко Вот у нас вот Где магазин Там на Борзовой Зайти за мостом Там вот так вот Прямо Стапливаешься Невозможно встать Пассажиры И водители автобуса Номер два Опасаются Что если дорожная техника Не завершит Расширение дороги В Борзовой заимке И не доведет Начатое до конца Это приведет К всплеску аварийности На участке Тем более Что на ближайшие Три дня Синоптики передают Уже в конце дня Нам удалось Дозвониться До городского Дорожного комитета Его специалисты Нам сообщили Что дочистить Дорогу в Борзовке Не удалось Из-за цитата Нехватки мощностей И потребности В очистке Других улиц В ближайшее время То есть Как вот Кончится сейчас Мегапад Прочистим все дороги Так сразу Вопрос Встается на контроле Главный закрыт Алексей Янкин Алексей Фризин Информационный канал Город Алтайский рынок Семьяновочных культур Заполонили подделки Только за полтора месяца Этого года Специалисты регионального управления Россельхознадзора Наказали рублем 20 нерадивых продавцов Между тем Садоводы Только приступают К посадке рассады Перцев, баклажанов И томатов Как защитить свой огород От семян фальшивок И не вырастить Вместо ароматных овощей Сорняки Пыталась выяснить Ольга Калачева Владимир Марков Садовод с 30-летним стажем Семена покупает Только в проверенных магазинах В феврале Делает контрольную закупку Обычно берет По пакету того сорта Который выбрал На государственном реестре Селекционных достижений А после Тестирует экземпляр У себя дома Делается Марганцовый растворчик Розовый Для того, чтобы Обеззаражить Случаи Если какие-то есть Незначительные вирусы Или болезни И Семена Между слоями марлечки Накрыть Слегка смочить И поддерживать В влажном состоянии В зависимости от Культуры Сходы Наклюнутся Некоторые Уже на вторые сутки Некоторые В течение Четырех дней У специалистов Ростельхознадзора Иной метод оценки Качества семян Он основан Исключительно На работе с документами Которые По словам экспертов Должны быть У каждого Уважающего себя Продавца Главное из них Свидетельство на семена Это солидная тетрадь Внешне похожая чем-то На студенческий реферат На пакете Смотрим номер Партии 15 Свидетельство на семена Выбираем Баклажан Название Сорта Вера Партия 15 Схожесть 85% Семена цветов Основной поставщик Польши и Нидерланды В частности И Китай По овощам Также и Дания И Польши И Нидерланды Процентов 70 Возимого На территорию Российской Федерации Конечно В идеале Каждый из возимых сортов Должен тестироваться Государственной комиссией Однако Садоводы Ежегодно Сталкиваются С подделками Только за полтора Месяца этого года В Алтайском крае К административной ответственности Привлекли 20 продавцов А совсем недавно В Барнауле Специалисты Ростельхознадзора Сожгли 620 пакетов Семян Астры И циния Зараженные Опасным для овощей Сорняком Павелика Но это уже Другая история А садоводам Эксперты советуют Приобретать семена Только в специализированных Магазинах Спрашивать свидетельства И тогда Вместо ароматных Томатов И огурцов Вы не будете Выращивать Огородное чудо Ольга Калачева Андрей Печоркин Информационный канал Город Меньше месяца Остается до самого доброго И искреннего концерта Телепроекта Надежды на чудо Лучшие барнаульские коллективы Выступают для пациентов Онкоотделения Их родных А также рядовых горожан Которые помогают Больным детям Выздоравливать Что значит для Барнаула Этот благотворительный концерт Об этом В очередном выпуске Надежды на чудо Если говорить о чем-то негромко И среди тех Кто тебя окружает То твою идею Услышат немногие А если постараться Встать повыше И громко Заявить о себе То эффекта Будет гораздо больше Так и благотворительный концерт Надежда на чудо Проходит он Исключительно На большой сцене Воспитывая Постоянных участников И формируя Особое отношение Телепроект Надежда на чудо Появился 7 лет назад Тогда Идейный вдохновитель И куратор Передачи Ольга Гога Решила Что о детской онкологии Нужно говорить И говорить громко О том Что лечение совершенствуется О том Что онкопациенты Дети Жизнь которых Наполнена теми же Влечениями Что и у здоровых сверстников О том Что рак Это не приговор Логичным продолжением Работы телепроекта О судьбах больных детей Стал большой Благотворительный концерт С тех пор Каждую весну Он собирает тех Кто уже победил болезнь Тех кто неравнодушен К этой проблеме Он проходит для тех Кто прямо сейчас Сражается за свою жизнь И Раз Два Три Четыре Пять Шесть Пальцы тянем За много лет Режиссер концертов Наталья Князева Выработала неизменное правило На эту сцену Должны выходить Только лучшие коллективы города И каждый февраль Начинала С отсмотра заявок Есть в концерте Уже постоянные участники К примеру Ансамбль Алтай Но большинство артистов Это еще одно правило Ровесники Онкопациентов Это воспитанники Барнаульских школ искусства И центров детского творчества И опять промахнулся Я не стою цифры Начал Каждый концерт делают уникальным Подбирая разнообразные номера В прошлые годы На сцену поднимались Народные ансамбли Вокалисты и хористы Танцоры Крабаты И гимнасты Все, кто может подарить зрителям Ощущение теплоты И поддержки Мы хотим показать Детям Что дружба Это самое главное в жизни Поддержка Это самое важное в жизни И поэтому мы, конечно Сделаем все для того Чтобы в наших стенах У нас, во дворце Этот праздник прошел Для детей На самом высоком Профессиональном И, конечно Самом теплом Домашнем уровне Еще один значимый итог концерта Собранные суммы На которые покупают По-настоящему Жизненно необходимые Препараты и лекарства За последний год Их цена выросла Что не могло не сказаться На стоимости билета В этом году Его цена 200 рублей Деньги, которые мы собрали Мы будем отрабатывать По заявкам То есть Либо это будет заявка Из отделения Либо это будет Срочный Какой-то Крик о помощи То есть Мы тогда Скажем Куда эти деньги Были потрачены С теми Кому нужна эта помощь Сейчас Зрители смогут Познакомиться Прямо на концерте Особое место В сценарии Истории о судьбах Маленьких пациентов В этом году Организаторы Обещают качественно Новый формат концерта Какой Пока держат В секрете Раскрыли одно Грядущий концерт Не оставит без внимания Ни одного пациента Онкогематологии В планах есть Чтобы дети Здоровые И те дети Наши дети Которые Сейчас проходят Лечение В отделении Поменялись Открытками И загадали Желание Чтобы город Узнал Что у нас есть Дети Которые нуждаются В поддержке Ну а может быть Даже просто В каком-то общении Благотворительный концерт Надежда на чудо Дарит каждому из нас Возможность Оказать посильную помощь Тем, кто Несмотря на юный возраст Стойко сражается С болезнью За свою жизнь Билет на концерт Можно приобрести По адресу Улицы Сизова 26 А чтобы в нем Участвовать Нужно рассказать О своем желании Режиссеру Наталье Князевой Не оставайтесь Равнодушными И протяните руку Помощи тем Кто сейчас Так в ней нуждается Ведь нет Более благородного Дела Чем спасение Детской жизни Анастасия Дороган Николай Шелко Информационный канал Город Новая тенденция В Барнауле Корреспонденты И редакторы Краевых СМИ Бросились массово Осваивать рабочие профессии Нет, сокращение Им не грозит Просто в городе Стартовал конкурс Журналист Меняет профессию Уже третий по счету Своё желание Освоить популярные На рынке труда Специальности Выразили почти 60 Представителей СМИ В ближайшие месяцы Они будут учиться О замремесла В четырех Среднеспециальных заведениях И одном вузе Нашего региона В списке профессий Каменщик, швея, сварщик Автослесарь, гончар Впервые в истории конкурса Можно будет получить Корочки массажиста На днях все вместе Корреспонденты Собрались на примерке Специально сшитой Для них робы Которая прошла В стенах Алтайского Архитектурно-строительного колледжа В следующий раз Журналисты рабочие Соберутся вместе Только на выпускном Нашу редакцию На конкурсе Будут представлять Сразу пять человек Осваивать они будут Такие рабочие специальности Как каменщик, швея И дизайнер интерьера О процессе обучения Мы вам обязательно расскажем Одна из основных Задач конкурса Популяризация профессий Рабочих профессий Среди выпускников школ И временно безработных И как показал опыт Прошлых двух лет Благодаря конкурсу Количество желающих Освоить профессию И среди детей И особенно среди взрослых Оно растет Сегодня началась Масленичная неделя Принято считать Что именно на Масленицу Зима отступает И передает свои права Весне Сегодня, глядя за окна С трудом верится Что весна скоро И все же Время Масленицы Каждый день недели Имеет определенное значение И название Например, понедельник Это встреча Ну а главный атрибут праздника Блины Считается, что Чем больше вы напечете блинов Тем больше удачи, денег И здоровья будет у вас И ваших близких Так что на этой неделе Нужно гулять И веселиться от души Но не стоит забывать Что во всем Должна быть мера Творческие союзы Бурнаула А их у нас пять Стали единым целым С инициативой О максимально тесном сотрудничестве Выступил союз Театральных деятелей Писатели, художники, архитекторы И кинематографисты Идею поддержали 15 февраля Состоялось первое Общее собрание Почему возникло желание Объединиться И какие результаты Должна принести совместная работа Об этом рассказал Председатель союза Театральных деятелей Олег Пермяков Олег Пермяков Здравствуйте Добрый день Ваши организации Союз театральных деятелей И союз писателей Существуют давно А почему только сейчас Возникла необходимость Объединиться Цель собраться Всем председателям Была связана Только с творческими вопросами И я сейчас скажу Немножко такое пафосное Предложение Но чем мы можем Украсить Помочь Жителям Всего нашего края Какие мы Могли бы Преподнести Творческие проекты Творческие акции Творческие задачи Для тех людей Которые живут Рядом с нами Вот ради этого Я и сделал Предложение собраться Мы собрались Разговор был Очень интересный Потому что Мы, допустим Не знаем Чем живут Художники Чем живут Писатели Чем живут Кинематографисты Союз архитекторов И вот мы Наконец-то Об этом И сказали Друг другу Творческие программы У каждого союза Невероятно сложные Обширные И казалось бы Ну что еще надо Работай в своем союзе И слава тебе Господи Но если выйти Еще вот на то Чтобы соединить Не обязательно Что это произойдет Ах какая-то там Акция творческая Это еще в плане Размышлений Но то Что мы собрались И думали Как вдруг В друга Внедриться Слово Внедриться Это значит Понять Чем живут Те или другие Писатели Художники И остальные И вот Если мы найдем Еще точки Соприкосновения И из этого Что-то Родится Интересное То это Никому Будет Не помехой Вот вы встретились Познакомились На ваш взгляд У какой Организации Сейчас более-менее Успешные времена Какая структура Какой союз Переживает Вот не лучшие У каждого Союза Есть невероятные И сложности И какие-то Успешные дела И о сложностях Еще раз говорю Мы говорили По пути Жаловаться Это значит Ну я так думаю Что Жаловаться На трудную жизнь Тогда мы должны Открыть окна Двери Выйти на улицу И посмотреть Зачем плакаты И посмотреть Как живут люди И кому-то Очень трудно Живется А за счет чего Сейчас живут Союзы Официального финансирования Женет у Союза Нету И никогда не было И никогда не было Союзы живут На Если говорить Финансовую сторону Союзы живут На пожертвования Не говоря уже Главном источнике Это членские взносы Членские взносы Но есть же Ведь какие-то И платные Художественные Проекты Мероприятия Они же платные И за счет этого Каждый союз Как-то Пытается быть На плаву Но опять же Финансовая сторона Или еще какая-то Сторона В нашей встрече Не интересовалась То есть вы все Востребованы Дефицитов В мероприятиях И у вас лично Нет Дефицита Мероприятий Никогда не было Просто хочется больше Хочется не только больше Хотелось бы быть Ближе Рядом И понятно Что мы вместе Еще Принесем Большую пользу Вот чего-нибудь Уже задумали Такого Пока еще нет Массового Когда следующее Тогда собрание У каждого Невероятно Ну трудное Или нетрудное Но занятая жизнь И мы договорились Встречаться раз в месяц Если мы собрались 15 февраля То вероятно Вероятно 15 марта Мы снова соберемся И еще раз посмотрим У кого что родилось А насколько качественно У вас сейчас налажена Взаимосвязь с властями Города Края По-моему Прекрасная Прекрасная связь Еще раз напомню Что я Член общественного совета Управления культуры И там очень много вопросов Которые опять построены На созидании И уж не говоря А власти Края Это прекрасные взаимоотношения Какие еще могут быть За других я не отвечаю Но опять же Если говорить Этот вопрос То с властью Обязательно Нужно идти Друг к другу Потому что Мы творческие Союзы Обязательно И никаких Разногласий Быть не может Ну а мы продолжим Они любят Друг друга Любят спорт А еще они Просто обаятельная И симпатичная пара Это я о наших Победителях Конкурса Который мы проводили Ко дню Святого Валентина Сегодня они получили Главный приз Конкурса Награды Мы вручили И барнаульцам Которые заняли Второе и третье места Сейчас познакомим С ними и вас Екатерина Троянова В наших конкурсах Участвует регулярно Вновь заняла Почетное второе место Приз победительницы Сертификат В магазины сети Миловица На Катином видео Ее маленькая дочь Поздравляет С днем Святого Валентина Папу Папе показали В первую очередь Папа наш крысик Ему безумно понравилось Он очень рад Ради обладательницы Третьего места Елена Ее супруг Дмитрий Совершил прыжок На парашюте Это видео И прислал к нам В редакцию И не прогадал Твой муж Ну и ты соответственно Тоже получаете Подарочный сертификат В медицинский Инновационный центр Леги Артис Спасибо огромное Муж прыгал А наводить красоту Пойду я Судя по всему Стас и Олеся В прошлом году Уже выигрывали Главный приз конкурса Ко дню Святого Валентина Остались очень довольны Походом на концерт Басты Поэтому нынче Долго не думали Пришли в любимый спортзал И вновь сотворили Необычное видео Признались в любви Не только друг к другу Но и спорту И вновь победа Награда Ужина двоих В ресторане Кензаймята Ожидали Что вы займете Снова первое место Ну Больше верили Мы верили Да Верили Что все-таки Займем достойное место И спасибо вам огромное Очень приятно Еще раз поздравляем победителя И следите за эфирами Конкурса Еще впереди Чтобы победить Нужно участвовать И верить в победу Татьяна Голубева Павел Лауренин Информационный канал Город На один повод больше Болельщикам с Алтая Наверняка будет еще интереснее Наблюдать за главным Чемпионатом страны Теперь там играет Наш земляк Антон Маринец Игрок сейчас защищает Цвета Тольяттинской лады Которая выступает В континентальной Хоккейной лиге Дебют пришелся На выездной матч Против Минского Динамо Антон играет На позиции защитника Ему 21 год Он воспитанник Школы Алтай А за хоккея Начал постигать Под руководством Владимира Николаева Два сезона Маринец отыграл За алтайских беркутов Наверняка играл бы И дальше Но клуб Из-за недостатка Бюджетного финансирования Расформировали Цепкого защитника Приметили в Тольятти И подписали с ним контракт Игровой номер Ивана 92 Так что в следующий раз Когда будете смотреть матчи С участием лады Обратите внимание На этого паренька Он наш с Алтая И о погоде Завтра в Барнауле Сохранится снежная погода Правда ветер Немного ослабеет Температура ночью Не опустится ниже Трех мороза Днем около ноля Спасибо что остаетесь с нами И до встречи Редактор субтитров А.Семкин